МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского готовы проголосовать чуть больше 29% избирателей. На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. У нее 16%. Действующего президента страны Петра Порошенко поддерживают 15,3% украинцев. В среду опубликовали еще один соцопрос, его провел центр «Социс». И вот, согласно ему, второе место в общественных предпочтениях занимает Порошенко, 14,8%. А за Тимошенко готовы проголосовать 8,7% избирателей. На четвертой строчке, по версии Украинского института социсследований, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, чуть больше 9%. Кандидата от оппозиционной платформы «За жизнь» Юрия Бойко поддерживают 8,4% электората. Ну и по версии «Социс» тут тоже наоборот. Четвертым у них идет Бойко, а пятым – Гриценко. В начале недели появились данные опроса, которые провел Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта. И согласно этому исследованию, рейтинг Владимира Зеленского впервые превысил 30%. 32,1%, если быть точным. На втором месте оказался Петр Порошенко, а Юлия Тимошенко на третьем – 17 и 12,5% соответственно. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если никто не сможет перешагнуть этот порог, то будет вот тогда второй тур и предварительно назначен на 21 апреля. Пять лет назад Украина взяла прямой курс на евроинтеграцию. За это время Киев успел разорвать торговые отношения с Москвой. Начался новый виток газового конфликта. В среду Петр Порошенко уверенно заявил, страна станет энергонезависимой и прекратит импорт газа всего через несколько лет. С какими силами подходит Украина к осуществлению вот этих планов, расскажет наша коллега Ирина Топоркова. Это первый сюжет в рамках спецпроекта, посвященного ситуации на Украине в преддверии президентских выборов. Начинаем с экономики. Смена власти в начале 2014 года, потеря Крыма и вооруженный конфликт в Донбассе верли Украину в новый кризис. Он стал самым тяжелым для страны с момента обретения независимости. Еще в 2013 году ВВП Украины составлял больше 183 миллиардов долларов. На пике падения в 2015 году достиг 91 миллиарда долларов. Последние несколько лет начал расти. В 2017 году 112 миллиардов. За пять лет резко обесценилась украинская валюта. Если в начале 2014 года доллар США стоил в районе 8 гривен, то к концу 2018 года – 28. Большая часть роста украинского ВВП достигнута за счет того, что очень сильно обесценилась гривна, что простимулировало экспорт. Причем доминирует экспорт в тех же отраслях, в которых он и доминировал до крупных геополитических событий. Это фуражное зерно, это в какой-то степени металлы, хотя гораздо меньше продукты нефтехимии, некоторые металлоконструкции. До кризиса главным торговым партнером Украины была Россия. Ситуация изменилась после введения Петром Порошенко первых санкций в 2014 году, которые с тех пор еще девять раз расширялись и продлевались. За пять с половиной лет под санкции попали больше двух тысяч человек, в основном политики и журналисты, и более 700 юридических лиц – банки, всекрупнейшие перевозчики, российские федеральные СМИ, госкомпании, платежные системы. Разрыв торговых отношений с Россией, по оценкам экспертов, обходится Украине в 12 миллиардов недополученной экспортной выручки ежегодно. Сейчас годовой экспорт украинских товаров в Россию составляет примерно 3,5 миллиардов долларов. В 2013 году этот показатель превышал 15 миллиардов долларов. Конечно, это был очень резкий такой удар. После событий 2014 года Украина начала налаживать торговые связи с Евросоюзом. Одним из первых шагов, которые предприняла страна, снизила пошлины. Правда, следствием этого стал отрицательный торговый баланс. Украина покупает больше товаров и услуг, чем продает сама. Эта разница покрывается за счет внешнего финансирования, прежде всего кредитов МВФ. Их Украине выдают при выполнении определенных условий, например, либерализации цен и тарифов, трансграничной торговли. За 5 лет Украина получила 7 траншей на общую сумму больше 14 миллиардов долларов. Размеры этих траншев таковы, что они максимум, что позволяют, это обслуживать текущие долги. Да, в общем-то, и все. И МВФ действует абсолютно рационально. Он понимает, что если сейчас дать больший кредит, то это приведет просто к укреплению гривны, к еще большему росту импорта. Да, в общем-то, и все. А укрепление гривни, в числе прочего, это и снижение конкурентоспособности. После 2014 года заметно ухудшились отношения двух стран и в сфере энергетики. Тогда Украина впервые отказалась платить по кредиту Януковича. Речь о 3 миллиардах долларов. Россия сначала подняла цену на газ, потом вообще прекратила поставки на полгода. Украина договорилась получать голубое топливо из Европы по реверсной схеме и цене, которую платили европейские потребители. Меньше чем за две недели до выборов глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, «Газпром» начал уведомлять граничащие с республикой страны о возможном прекращении транспортировки газа через Украину. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым и украинскими политиками Виктором Медведчуком Юрием Бойко сообщил, компания готова вести переговоры о поставках газа на Украину как для транзита, так и для внутреннего рынка. Ирина Топоркова, РБК